Привет всем, меня зовут Олег и добро пожаловать на канал записки Гастарбайтера и у меня есть телеграм-канал В Китае он так же заблокирован, как в России Хотя, я иногда захожу через русские VPN сервера и удивительно, но он периодически работает иногда работает, иногда не работает Китайцы каким-то образом умудрились заблокировать в отличие от наших Ну, не буду думать про всякие теории заговора хотя по данной теме я очень-очень много изучил Я вообще считаю, что телеграм это проект, скажем, наш Ну, давайте поговорим о том, как мы в Китае живем не имея нормального интернета, не имея ютуба, фейсбука Вконтакте, кстати, здесь работают и работают очень неплохо так как Вконтакте подписала договор с правительством Китая что все ненужные ресурсы будут блокироваться В отличие от того же Google, которые в свое время затачились и их тупо выкинули потому что, когда я приехал, сервисы Google многие еще работали про YouTube я, правда, не помню но Gmail работал, работали гугловские сервера работали еще различные сервисы работал Google AdWords, кстати, на тот момент один из сайтов про Китай моих приносил через AdWords где-то 400 баксов Правда, продлилось это где-то месяцев пять, но все равно Блин, оговорка через AdSense Сейчас у меня в голове все перепуталось AdWords, партнерки и прочее, прочее, прочее Ну, вообще, как вы видите я продолжаю заливать видео на YouTube периодически я даже появляюсь в Инстаграме Кстати, у меня тоже есть Инстаграм Переходите по ссылке в описании Что же еще? И также и Лава, и Денис Еще многие блогеры спокойно заливают видео на YouTube Они, опять-таки, заливают на другие платформы, которые заблокированы в Китае Как они делают? Они используют для этого, ну и включая меня, VPN сервисы И здесь очень много различных VPN сервисов Технически они не совсем легальны То есть за это можно взлететь Но в Китае, как бы, все знают, что иностранцы пользуются VPN серверами Все знают, что крупные компании пользуются VPN сервисами Но они, как бы, это приберегают для таких случаев Потому что когда понадобится, мы это прикроем Я даже скажу даже немного больше Мне кажется, что люди, которые следят за этим Они даже знают все людей, которые пользуются VPN сервисами Просто они на это тупо закрывают глаза Потому что они знают то, что это инструмент для работы То, что как-то людям нужно общаться То, что людям нужно вести бизнес и так далее, и так далее, и так далее Но при этом случае необходимости Они поймают Я как-то здесь был не так давно в полицейском участке И я от этой видеосистемы наблюдения присидел То есть они могут отследить почти любого Вот сейчас новость ходит, что появились системы распознавания лиц Потихонечку вводятся здесь Но даже без этих систем распознавания лиц В таких городах, как Гонжу, Шанхай, Шинчжэнь, Пекин Система видеонаблюдения настолько совершенна, что При желании они найдут нужного человека А с учетом того, что все пользуются телефонами Телефон регистрируется на паспорт Здесь найти нужного человека вообще не составит проблем Поэтому как бы это такой favor, или как называется Не знаю, как по-русски сказать Это типа одолжение, которое делается иностранцам от правительства Китая Это очень-очень интересная такая политика То есть они прямо не запрещают Но как бы они это контролируют В случае необходимости они закроют Как VPN, так и человека Ну а теперь давайте поговорим о наиболее популярных VPN-сервисах здесь, в Китае Один из самых известных это Astril А вторым идет FastVPN Там есть еще многие другие сервисы Вроде HideVPN, Seed4me, еще какие-то Я пользовался Seed4me, я пользовался HideVPN Но пока самый лучший Astril Но если вы имеете хоть какие-то навыки программирования Вы можете просто купить WPS-ку Установить туда все нужное программное обеспечение И иметь свой собственный VPN Я одно время так делал, но потом забил Проще воспользоваться Astril Реклама Astrila, шучу Но партнерская ссылка будет внизу Ну а вообще, как бы, я не считаю, что запрет Именно многих сервисов Китая Он прямо так уж плох Почему? Во-первых, развивается внутренний интернет-бизнес Например, если вы работаете с AdSense Или более-менее знакомы То вы знаете, что Google берет где-то больше половины По-моему, где-то 60% То есть от рекламного бюджета рекламодателя Соответственно, вебмастеру достается 30 или 40% Я уже не помню Что это значит? То есть, если рекламодатель, например, заплатил 1000 рублей Google из них себе забирает 700 300 отдают себе И, естественно, это сказывается в какой-то степени На экономической безопасности страны Блин Ладно, не будем про эту ночь Но я добавлю одну вещь Так как мне периодически приходится иногда общаться Через различные китайские мессенджеры и системы Мне иногда приходят различные сообщения От очень странных персонажей Которые начинают писать Насколько плохо все в Китае Насколько это все лимитировано Что правительство там чуть ли не сносят в жилые районы Ну, в какой-то степени это правда Китайский интернет жестко цензури... Цензу... Ценз... Цензурировал Блин Не Ну Короче говоря Вы видели, сколько здесь населения? А теперь представьте, если оно начнет шуметь Это будет катастрофа Так что В Китае это имеет очень-очень большой смысл И вообще, как бы Для Китая это нормально Я почему-то уверен, что в этом видео будет определенное число дизлайков Больше, чем обычно Потому что тема довольно-таки щекотливая Тем более В прошлой неделе Из-за действия русскокомнадзоров Было очень-очень много проблем в русскоязычном интернете Но при этом я хочу сказать такую вещь То, что в других странах Google очень неплохо идет на сотрудничество Как я сказал, в той же Германии, в многих европейских странах В США также цензурируется очень много Кстати, в США цензурируется все еще намного круче Потому что Там на тебя просто могут подать в суд Почему я знаю? Потому что у меня есть друзья Которые работают в определенных тематиках Вроде фармы и так далее В медицинских тематиках То есть у них есть сайты в данных областях И, соответственно Одному моему другу Недавно очень хорошо прилетело Скажем так И, как бы Скорее всего, он будет выплачивать эти деньги Долго-долго-долго Надеюсь, не посадят Что еще? Ну, как-то так Да, кстати, не забывайте Что у меня есть группа ВКонтакте Подписывайтесь на нее обязательно Почему? Потому что я уверен То, что ВКонтакте точно не заблокируют в России И даже в Китае ВКонтакте работают очень-очень хорошо и быстро Так как они договорились с правительством Китая Об определенных преференциях Но, опять-таки, возможно Есть еще какая-то взаимосвязь Между Mail Group и WeChat Там есть одна материнская компания Одна крупная в ЮАР находится Но Это я вообще не понимаю Просто я одно время Ради интереса полазил в интернете И Нашел интересные взаимосвязи Иллюминати Надеюсь, здесь никто не смотрит Ну, или из масонов В общем, надеюсь, вам данное видео понравилось В общем, всем спасибо Пока Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!